Эх, Афанасий, Афанасий, чего ж тянули долго так? Чего ж к врачу не шли вы раньше? Теперь придется вас скрывать. Так, ну надо побороть клетка у него, понимаешь? Объяснил, ты о чем хотела, чтобы ты не знала, что в конце делать. Да ты прекрасно знаешь, что в конце делать нужно? Понимаешь, а ты еще неизвестно, кто из нас на кого належать, ну то есть нападать. Ну не болей, но как бы подприсовывать, да? Если как бы подприсовываю я, тогда ты теряешь постепенно силу, ну то есть я не веду, и из вот уверенного того, что не надо, что ты за другом теряешь, 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 теряешь еще чуть-чуть раньше, не надо ничего изображать, теряешь, просто теряешь, а в конце потерялась. Вот, в конце потерялась, понимаешь, вот, и вот это вот психик, все хорошо, как надо было, поняла? Вот, это как бы, мне интересно, когда ты давно, как бы, образа, выпухлась и не другой. И вот этот переход самый важный, и дальше тоже будет самую историю, как вот, что ты с чего, куда, вообще никому не интересен. Интересно, если иногда это тоже, потому что было пьес, то он, наверное, не знаю, он следил внимательно за тем, как у вас перемены проходили. Вот это самое интересное. Давайте, значит, сначала, как бы, провоцируешь, потом, знаешь, когда провоцируешь, провоцируешь, а еще другой человек еще больше, провоцируешь уже? Нет. Начинаешь уже всерьез, вот, всерьез, вот, и тут оно выходит на несерьезку обратно, и вот эти три поворота не рождаются в ссоре, понятно, да? То есть я не понял, не понял, не понял, а потом понял, понимаешь, будет работать сразу. Так, поехали. Эх, Апанасий, Апанасий, чего уж тянули долго так? Чего уж врачу не шли раньше? И теперь придется вас скрывать. А, знаете, ну, пусть перед переходом, но зато конкретная история, все поняли про что сразу, да? Про секс. А я понимаю, что это фильмов про это, но, понимаешь, главное, как и с какой стороны. Потому что, вообще-то, если посмотреть более, ну, здесь, правда, в том, как про это, но с кого-то более васлышным, с кого-то более заниженным, но смысл предвидеть на одинаковый. Да, в целом. Так что, сейчас было неплохо в конце, я имею в виду, в каком смысле, что эмоцию ты эту разносторожно передала, то есть, что я допускаю вместо перехода, да, иначе мы сейчас все-таки забивали. Потому что, когда эмоции не одинаковые на все четыре строки, ровно на той же пальце, а она здесь увеличилась, и потом чуть-чуть тебя не на растеряшку, а на то, что ты захотел этого фанатия сама. Ну, как сказать, еще неизвестно, кто бы на кого. Понимаешь, да, эту ситуацию? И поэтому в этом смысле, что произошло изменение внутри одной эмоции. Это тоже хорошо. То есть, главное, что этот ход был. Так было тоже возможно. Вот я прошла, что вот это вот, да, есть разнообразие, перетекать между разными эмоциями. Вот то, что у Гриши хорошо сегодня, да, вышло вот здесь, у нас хорошо получилось. Вот, а здесь мы как раз продлили одну эмоцию, то, что делали вы, и у вас получилось вообще на одной эмоции. То есть, вы не соскачиваете без перехода, но сделать разнообразие. Это тоже очень хороший вариант. Иногда такое бывает, что нужно примерно расставаться в одной и той же состоянии, имею в виду в целом их ресурс, а не в горе, да. То есть, вы будете все время в одном горе, ну, в смысле в одном, да, так сказать, силовом напряжении, оно никак не меняется. Зритель потерит даже, несмотря ни на что, это же эмоции сильно, он уже на второй секунде, ну, подустал от вас, да. А если вот оно будет чуть-чуть в рамках диапазона вот меняться, будет уже очень неплохо. И вот сейчас, я вам сейчас, ну, я, естественно, помогла, да, как мы понимаем, наездом камеры и то, что мы вот так обставили. Ваша же задача научиться делать это независимо от камеры, да, ну, то есть, к чему мы будем дальше идти. На стежке этого окей, потому что это ваша первая, можно сказать, ну, как бы, какая-то законченная вещь, да, которую можно, ну, показать кому-то или как-то даже, ну, в смысле, я не думаю, себя в ней проявили, да, то есть, первый, может, это такой этюд-персонаж законченный, да, поэтому это окей, здесь дано. Поэтому я считаю очень хорошо. Но я имею в виду, например, если вот то, что вы сейчас будете дальше делать с Ларой уже пойдет новелла, да, через ли сонеты, здесь, например, скажем, в вашу задачу будет входить то, что вы независимо от камеры и тем, что я могу режиссерски вам по-другому помочь, чтобы у вас это произошло. Понятно, что потом мы опять же дадим все возможности я вам буду как раз мизансценой помогать, когда мы будем делать сцены на сдачу, да, и работать на сцену, но то, что мы делали, например, с вами в прошлые разы, когда мы делали с вами, да, эти самые импровизации. Вот, там уже и опять помогали мизансцены и еще черты какими-то ходами, да, дополнительными, которые можно было себе помочь, чтобы это сыграть. Потому что там уже идти работать с партнером, там уже слишком много других задач, и для любого актера или профессионала, или для мерц, естественно, создаются вот эти условия помощи со стороны всех других цехов, чтобы сложилось, главное, чтобы с эмоцией сыграли. Понимаете, да? Вот. А актер, для того, чтобы пробовать, для того, чтобы монологи проходить, вот я имею в виду то, что надела будет, да, вы должны и уже со мной это рассказывать так, чтобы я вам таким образом не помогала, чтобы я только помогала вам работать с вами, в смысле, над выстраиванием смыслов. Я думаю, да? То есть это уже наш шаг дальше. Ну, на этом уровне, на первом, так сказать, первом куске материала ваш, первый этюд, я считаю, очень хорошо. Меня всегда очень порадовали, я серьезно вам говорю, совершенно искренне, без того, чтобы кого-то похвалить. Правда, справились. Потому что вы все заметили разницу, да? Ну, то есть, что один человек не пришел и не рассказал. Здравствуйте, меня добыт вас, и мне 43, не 45, не помню, сколько лет, пошел я. Ну, понимаете, да? Ну, вот так вот. Один был замерз я в этой позиции, да? Был уже какой-то рассказ, и действительно вы внутри него менялись, а это что значит? Жили. То есть рассказали какую-то реальную, жизненную историю. Ну, естественно, это пока трудновато, но это как бы мы для этого уже собрались. Ну, все, тогда...